Итак, ребята, привет! Добро пожаловать в очередной влог. И если вы замечаете на моем лице что-то странное, то так и есть. У меня здесь есть тушь, здесь нет. А все потому, что я еду в Sephora пробовать тушь от Gucci. Вставлю фотографию, какую я имею в виду, и она слышана о ней. И хочу попробовать ее на своих ресницах. Вот этот глаз у меня в моем фаворите накрашен MAC Extended Play Giga Black Lash. Вот такая вот синенькая упаковочка. Мне очень нравится. Если мне не зайдет Gucci, Gucci стоит 36 долларов, а вот эта штучка 26 долларов примерно. То есть у них 10 долларов разница. Если мне не зайдет Gucci, то я, конечно же, куплю MAC. Мне нужно найти именно хорошую тушь. Хочу попробовать по рекомендации именно этой. И у меня день остался очень странным. Время, сейчас скажу, время 3.10. И я проснулась где-то в часов 12. Я поздно легла спать довольно-таки. До этого работала долго, поэтому и дала себе время выспаться. Проснулась и такая думаю, блин, не хочу никуда ехать, наверное, не поеду. Мне нужно заехать в Walmart купить еды. Вот я хотела в Sephora заехать. Они находятся прям-таки очень далеко довольно-таки друг от друга. То есть это займет прям весь день. И я такая думаю, не хочу ничего делать. Хочу дома просто посидеть, полежать, почитать книгу, повязать. В полтретьего я такая думаю, блин, все-таки хочу поехать. Сегодня понедельник. То есть, надеюсь, народу не очень много будет на улицах. Что могу нормально припарковаться, потому что Sephora есть только в центре города. И однозначно я еду туда, это где-то как минимум полчаса, если я просто захожу, крашу глаз, выхожу. Потом доезжаю до Walmart из-за пробок, из-за того, что это далеко друг от друга, минимум полчаса трачу. В самом лучшем случае. И потом еще в Walmart, пока покупаю все по списку, это как минимум часа два. И я точно теряю парковочное место, хотя вчера неплохо, точнее вчера, да, вчера это было, неплохо припарковалось. Но все-таки решила почему-то, что надо ехать. И поэтому беру вас с собой в такой быстренький, коротенький влог. Поехали. Еще мне нужно отправить посылку. И смотрите, я все-таки прилепила свой штамп. Я люблю делать такие восковые штампы, они как восковые называются. Я написала здесь в Ministry of Magic. Привет, тоже фанатам Гарри Паттера. Я сейчас заезжала на работу, забрала посылки. У меня с Амазона и с Алиэкспресс вот здесь лежит. Поэтому оставайтесь на канале, точнее на этом видео. Я покажу вам в конце, ну, как приедут домой, что я заказала. Кстати, вот это я прям очень воодушевлена, не могу дождаться, когда открою. Я ненавижу приезжать в центр города, потому что вот это вот. Вот как он сейчас будет поворачивать? Как он сейчас будет? У него написано максимальная скорость 65. Прикольно. Короче, я проехала три круга. Припарковалась сейчас целый блок. Но не целый блок. Да, это целый блок. Вот это место от Sephora, от магазина. Вот здесь есть парковка. Блин, стойте. Сегодня какой день? Понедельник. Вон, видите, как. Читаем знаки с вами дорожные. Понедельник 2 часа, максимальная парковка с 9.30 до 4.00. Время 4.30. Вот почему здесь никто не стоит. 6.30 до 10.00. Видите, нельзя парковаться понедельник-пятница с 4.00 до 6.30. Ну, заебись. Не пропарковалась я, короче. То есть, места-то, конечно, есть. Если парковаться нелегально, если это на одну минутку, то, в принципе, вторая сторона, тут дороги свободно. Ну, дело в том, что я хочу зайти в магазин, хоть мне нужно прям буквально на секунду накрасить вот этот глаз. Ну, хорошо, давайте скажем, на минуту. Но дело в том, что я не хочу торопиться, не хочу лыноваться, что мне сейчас мою машину, ну, не эвакуируют, конечно, но прилепит ей штраф. Поэтому я хочу припарковаться нормально на минут 10-20. И, может быть, даже зайти в какой-нибудь другой магазин. Там рядом есть Bloomingdale's, там рядом есть Nordstrom. Там, ну, вот все, что пока нормального, легального парковки, здесь прям вообще беда. Ну, что, вы смотрите на счастливого человека, потому что я взяла последнее место, которое... Это для инвалидов, но здесь он неправильно стоит, им, короче, штраф прилепит. Последнее место, вот здесь можно парковаться в 3 часа с понедельника по пятницу в 4, время 4 с чем-то, 4.16. И, смотрите, у меня здесь, понятно, магазин, вот, с плосатой, сифора, открылся новый магазин Barnes & Noble книжный, который я обожаю. Здесь Nordstrom, здесь Bloomingdale's. Мне кажется, мне нужно брать парковку на час, я потому что за час только справлюсь. Смотрю, здесь куча, короче, маленьких тушей. По-моему, вот эта популярная от Lancome. Мне кажется, мне нужно будет ее взять. Что это такое, от кого? Вот чья это тушь? А, вот Patrick T, Benefit, Benefit, Anastasia. А, у, Sae, вроде говорят, хорошая. А, Лайла тоже популярная. Точнее, не популярная, а много, часто я ее слышала. Dior. По-моему, у меня такая была, она мне вроде не зашла, если не ошибаюсь. А все дальше сифора осталось. KVD, Tarte. Короче, миниатюрки от Gucci нет. И я не могу найти сам Gucci стенд. Поэтому будем сейчас что-то думать. Может быть, спрошу совета. Смотрите, я, короче, накрасила этот глаз Gucci. MAC Gucci. Мне кажется, MAC на мне прям лучше работает. Короче, я решила ее не брать. И она была прямо на самом фоне. Вот она 36. Короче, мне не зашла вот такая вот. Вообще нет. Это то есть, причем, глаз такой, именно когда я только накрасила. То есть, когда я накрасила вот этим, у меня глаз еще был больше. То есть, ну, реснички выше стояли. То есть, через минут 10, когда они застынут, это будет, наверное, вообще не очень приятное зрелище. В общем, сейчас похожу еще вокруг и подумаю, может быть, надо что-нибудь взять еще другое. Только в Америке на входе может продаваться книжка, как уничтожить Америку за три легких шага. Нормально так. Что-то интересное есть. Вот так, комода интересная. Ну, там, конечно же, не все написано. Там еще есть пара шагов. Что-то еще интересное. Видите, вот про Riot в 2022 году, да, когда они прорывались в Белый дом. Конечно, все новенькое. Так круто. Смотрите, какая красивая коллекция книг. Классика. Видите, алхимик Палу Ковелью. Мне кажется, очень красивая, но очень тяжелая и довольно-таки дорогая. Давайте посмотрим, что мне известно здесь. Ну, давайте Алису в стране чудес и другие истории. Смотрите, Кэролла. И это... Ой, смотрите, какая красота, конечно. И с закладочкой. И стоит... А, в принципе, недорого. 30 долларов. Она может такая... Она очень тяжелая, дороже стоить. А вот эта книга, которую я дочитала, если вы помните, недавно. А где у нее цена, интересно? Сзади, что ли? Она, две сцены. А, вот, 36 долларов. Нормально так. Хорошо, что мне бесплатно досталось. Кладем обратно эту фигню. Еще есть коллекционные книги издания для бедных. Вот такая книга. Мне очень нравится просто портрет Дриана Грея. 18 долларов, по-моему, сейчас покажу вам. Скрываю, да. Видите, в принципе, недорого. Здесь, конечно, есть другие книги, видите. Великий Кэтпи. Ну, короче, все-все-все. Еще есть вот такие. Давайте Одиссию посмотрим, что ли. Давайте что-нибудь поближе сюда, вот. Граф Монте-Кристо. Очень длинная. Поэтому я всегда читаю длинные книжки на электронном носителе, потому что там не так заметно, что она огромная. А, в принципе, 30 долларов. Ну, не знаю, мне кажется, торговато для вот такой вот коллекции. Она, знаете, такая матерчатая. Вот еще красивая коллекция, конечно. Вот маленькие женщины, по-моему, так по-русски называется. Давайте на Эми покажу. Смотрите, у нее очень красивые странички. Просто пушка. Они... Привет, свет. Они такие глянцевые, видите. Тут тоже, по-моему, есть закладочка где-то, да. И эта стоит 25. Но она, мне кажется, выглядит намного презентабельнее, чем вот эти. А здесь, кстати, русская коллекция. Витяна Каренина, «Война и мир». Но это уже не русские, конечно, все-таки. Что-то еще где-то русское видела здесь. Хм. Наверное, нет. Книжный клуб для записи. То есть то, что я записываю себя, для себя практически. Видите, название, автор, в каком типе читали, понравилось или нет, какие эмоции вызвало. Описание того, как написано. И заметки, типа, и что я из этого вынесла. Мне кажется, очень круто. Еще есть, что понравилось мне. Сейчас покажу. Как читать книги. Как читать книгу. Там, типа, советы. Мне кажется, очень прикольно. Не знаю. Взяли бы такое. Помните, у меня в список есть 200 книг для BBC. Здесь нашла книгу «Тысяча книг», которую нужно прочитать, до того, как вы умрете. Я даже не буду брать, потому что иначе я не буду из дома выходить. Я сошла в Нордстрам. Смотрите, какая кофта. И почему в первую очередь написано на русском языке? Вообще прям большой вопрос. И никак не могу найти состав. А, вот, 57% в акрил. Не, не подходит. Я нашла такую... Что это? Не знаю. Она, конечно, огромного размера. XL-ка. Но ее, в принципе, хорошо куверсайз. И она 100% хлопок. Поэтому, мне кажется... Сейчас померю, посмотрю, конечно, как она будет на огромной. Но, надеюсь, зайдет. Мне очень нравится. И смотрите, у меня осталось 12 минут. А я такая еще... Ой, на час-то я очень много беру. Короче, сейчас невозможно. Ну, продлять, надеюсь, не буду. Все, когда числа 12 минут, померяйте и выбегать надо. Парковка заканчивается через 4 минуты. Я в итоге стою. У меня два человека передо мной на кассу. Как думаете, успею или нет? Ноль секунд. Он не только что дал чек, и я уже бегу, бегу, бегу. Потому что в Феодельфии такие моменты, что за секунду по рассроченной парковке вам уже штраф. 21 минута за 3. Даже не с половиной. Нет, 4,5 миль. Да, нормально так. Пробки. Это еще не так плохо. Здесь все сигналят, короче. Автобусы стоят. Просто огромные очереди. Ладно. В итоге я так и не зашла в Блумингдейл. У меня такая же все. Времени нет. Не хочу продлевать парковку, мне кажется. Потому что я просто потрачу больше денег. И по итогу я купила одну кофту. Вот такой значок клеят на машину, которую будут эвакуировать. И я клею с двух сторон. То есть на переднем стекле и на заднем. И просто там была огромная пробка. Хотя вот отсюда, если вы очень сильно вглядитесь. Видите, тут машина стоит. Вот так вот. Это она эвакуирует большую другую машину. В общем, она эвакуирует небольшую машину, но сама машина большая и заградила весь проезд. И вот, скорее всего, он потом вернется за той машиной, которую я вам только что показала. Потому что Филадельфия не прощает и минутных нарушений в парковке. Ну, шучу, на самом деле, это... Так, сорян, до свет. Это не из-за нарушений парковки. Это из-за того, что они, скорее всего, уже там как минимум день стоят без оплаченной парковки. То есть у них как минимум три тикета штрафа. Вот уже минут пять я пытаюсь проехать два блока. Это очень долго. Я не знаю, до сих пор пишет 19 минут. Должна приехать в 5.45. Но я думаю, это если мне очень сильно повезет. Потому что здесь все стоят просто не двигаясь. А сейчас еду. Ну, конечно, как только стоит об этом сказать на камеру, все меняется. Ну что, вы думали, я приехала в Walmart? Ну, как бы не так. Ну, я, конечно, приехала в Walmart, но я иду сейчас в Тиджима-цехом Гуд-магазин. Посмотрим что-нибудь интересненькое. Книжка «Все произведения в Лувре». Смотрите на ее размер. Она очень тяжелая, хотя стоит всего 30 долларов. И здесь вон... То есть, до каждой странички, хотя даже, да, по несколько штук. То есть, представляете, какая она огромная? Сколько там... Здесь есть пронуминованные страницы? Нет. Но она просто, смотри, очень тяжелая. И здесь все есть... Это было не, если что. Здесь есть какие-то еще книги. Какие красивые. Вообще, секция вот здесь для дома красивая. Безумно. Смотрите, какие красивые сковоречники. Просто шикарные. И они, то есть, ну, функционирующие. Они не просто для красоты, они рабочие. Кажется, произведение искусства. Просто. Давайте посмотрим, сколько вот это стоит, допустим. Отлично. Он очень легкий. И стоит всего 15 долларов. И здесь домики, видите, на любой вкус и цвет. Итак, мы с вами приехали в Walmart. У меня есть список того, что нужно купить. Будем сейчас искать. Посмотрим, сколько мне это все выйдет. Потому что время, видите, почти... Время 7.20. Посмотрим, насколько на это уйдет. В Walmart появилась такая штука. Это органический кетчуп для детей. Все, что здесь есть, это томатная паста, вода, сахар, ксус, соль, луковая посыпка и несколько приправ. И, в принципе, состав довольно-таки хороший. Хорошая альтернатива кетчупа, мне кажется. Как раз в следующий раз, когда мне понадобится. Он еще органический. Зайду сюда. Но он, наверное, где вот он? Ну, как минимум 4 доллара за 3 вот таких чубика здесь. Всего 102 грамма. Мне кажется, круто. Иду я такая, иду, и... Тя-дям! Кто-то уронил корн-долк. Валяется одинокий. Вот так они выглядят, кстати. Сюда на мороженое столько-только не кладут. Карамель. Специальное, то есть, подготовленное. Здесь зефирки. Это... Короче, специальные такие ягодки вкусные. Орешки помолотые. Это шоколад от риса, который вы, то есть, наверх наливаете, ставите в морозилку еще раз, и он застывает хорошо. Прям специальный. МНДМС. Баттерфингерс. Это такой, знаете, аналог... Даже не знаю, чего. О, короче, с халвой, грубо говоря, такой шоколад. Рисы маленькие. Сиропы от Херши. Просто волмартовские сиропы. Еще больше, больше. Чоколачип куки сироп. Специально такая вот помолотая тоже от Баттерфингерс. Без сахара. И все это вот в таких еще масштабах есть. То есть, здесь больше, почти полтора килограмма. Три паунда. Еще с клубникой. Тарани карамель. Различные. Ведь белый шоколад, карамель. Темный шоколад очень вкусный у них тоже. Сандэй сироп. Чоколад фадж. Юникорн. Еще. Короче, размеры тоже внушает. И куча, куча всего. Видите, есть даже отдельные коны, чтобы можно было сразу мороженое наложить, и будет вам специальное свое домашнее мороженое. Ну, как так, грубо говоря. Я буду молодым. Давай! А ночью на дворе не горят фонари, А пацаны сидят и гитара звучит. И этот фестиваль от зари до зари, Я буду молодым, пока сердце стучит Стрелки на часах перевалили за ноли Город засыпает, там мы только собрались Местные принцессы, дворовые короли Хочешь пообщаться? Подходи, поговорим Сигареты по кругу, пенная по стаканам Обнимаю подругу, на готове гитара Здесь своя атмосфера, это время свободы Это где-то под сердцем мы пронесем через годы А ночью на дворе не горят фонари А пацаны сидят и гитара звучит И этот фестиваль Показываю вам масштабы У меня там бутылки с водой, там внизу Под пледом Здесь, здесь И также в багажнике еще куча бутылок Сейчас будем считать, сколько всего привезла В итоге вот что я привезла Огромную сумку с едой Здесь еще пакет Еще багаж большой пакет Пара доставочек Это сюда И у меня получилось, сколько раз? Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Двенадцать штук бутылок В принципе нормально, в прошлый раз было 13 По итогу на мне вот так смотрится Это кофта, которая, помните, 100% хлопок Она, конечно, очень большая Но с другой стороны Сейчас оверсайз в моде Мне кажется, он всегда в моде Поэтому очень даже нормально, сложно бы сказать Мне кажется, было, что это Именно огромный размер XL, по-моему, она И 100% хлопок Очень приятный к телу Мне кажется, просто супер покупка Я довольна Я рада, что я не разочаровалась А если смотреть на тушь Вот это Мак Вот это Гуччи Мне кажется, я правильно сделала Что не заказала до этого вчера Шли позавчера ли Гуччи на сайте Хорошо, что я все-таки доехала И посмотрела, что она Мне не подходит Но буду искать еще тогда Себе какие-нибудь хорошие туши Если есть какие-то варианты Пишите в комментариях У меня глаза слишком голубые Итак, небольшое включение Я, в общем, приехала Закончила шопинг в 9 То есть, во сколько там? В 7.30 я Ну, короче, нормально так в Walmart походила И что я взяла в TG Max Это вот такие макароны И я буду делать видео скоро Про потрач... Не потрачено А интересные какие-то новинки в Америке Новинки еды И сначала хотела включить макароны туда Но потом думаю, это ведь не новинка Просто хочу попробовать И хочу попробовать именно во видео Это будет моя первая проба макарон Когда была во Франции Мне что-то было очень жалко денег на макароны Хотя вот тогда, мне кажется, там и стоило пробовать Но эти приехали из Италии Что тоже, мне кажется, неплохо Что у них здесь Катерина Медичи Почему-то изображена Не знаю Они с малиной Итак Пахнут... Почему мне кажется, что они пахнут Крузными палочками вот такими Которые я тоже собралась есть Время 12 часов Вечера Итак, они Не особо мягкие Но и не твердые Такое тесто интересное Это очень сладко Мне нужно запить чай Моё впечатление Обычная сладость Ничего особенного вообще Ну да, приятный такой вкус малины Но, если честно, я что-то не понимаю От чего был ажиотаж К этим макаронам И я сейчас понимаю, что Ну, может быть, во Франции И стоило взять В Париже купить Попробовать одну штучку Или две Но мне это вообще не зашло Если честно Я больше покупать такую не буду Конечно Может быть, сделаю скидку Что они итальянские Они привезённые Может быть, если же кто-то Какая-то пекарня будет делать Прямо вот на месте Они будут свеженькие такие Я рискну попробовать ещё одну Но мне что-то прям вообще не зашло Хорошо, что я большую пачку не купила Они стоили всего 5 долларов Кстати, почему здесь изображена Катерина Медичи Потому что здесь написано, что макароны Привезли Ну, Катерина привезла в 1533 году Французским людям Как бы, как деликатес По случаю её свадьбы Вот здесь почему изображена Медичи Вот, вообще покажу, что ещё в Волмарте купила В моём постоянном выпуске Потрачено в конце месяца И подогу, как я и, грубо говоря, боялась У меня ушёл весь день Но сейчас время 11.15 Коротко, минус Америки Открываю её упаковку Сейчас, чтобы посмотреть, думаю, сохранить Или оставить упаковку Или оставить только внутренности Короче, кто-то открыл Мне повезло, что ещё не всё вытащили А только одну штучку В общем, получается, у меня на одну меньше Не 90, а 89 Конечно, небольшая проблема Но могло быть так, что она была вообще пустая Обязательно нужно проверять пачки Вот я, конечно, немножко лоханулась Что же заказала с Алиэкспресс? Та-та-дам! Это несколько плакатов Первый плакат с розыском Белатрисы Лестренч Он здесь помятый Если ошибись Короче, буду обращаться в службу поддержки Потому что это уродское Короче, буду обрезать Наверное, и вешать Как бы уже обрезанный вариант Вроде ничего особо такого важного Здесь повредиться не должно Второй плакат Страница, когда Дамблдор умер И Рита Скидер написала о нём Книгу о его секретах Третий плакат Когда Снейпа назначили Руководящим школы И четвёртый, последний Это вот такая вырезка Где написана статья О том, что последователи Волан-де-Морта Терроризируют Лондон И для них Плакат упал Я заказывала такие магнитные рамки Специальные для плакатов Повешу Сначала положу их под пресс Плакаты сами Чтобы они немножко расправились И потом покажу вам Сегодня уже делать не буду Время, три часа ночи Я покажу вам, как же получилось их повесить Я буду заканчивать видео Всем большое спасибо, что были со мной во влоге Не забывайте попричаться на канал Чтобы не пропускать другие влоги Интересные видео из Америки С новинками еды Тоже будет очень крутое видео совсем скоро И всем большое спасибо за просмотр Всем отличного дня И всем пока-пока